Минувший год будто бы должен был лишить последней веры в человечество. Поэтому я еще больше сил отдавал этой рубрике про новые научные загадки, открытия изобретений и идеи, которые вдохновляют жить и исследовать, а не разрушать и убивать. Поэтому я начну Новый год с чего-то потрясающего, интригующего и вдохновляющего, что будет иметь значение для науки и технологий и в наступившем, и в ближайшие годы. Но что я не осветил в 22-м. Тем более, вот увидите, все это будет давать о себе знать и в 23-м. Спасли Землю от условной катастрофы, но не совсем так, как ожидали. Астрономы, наконец, подвели научные итоги удара по астероиду. Это открытие заставляет пересмотреть взгляд на современную физику. Элементарная частица оказалась настолько тяжелой, что это опровергает эксперименты на Большом адронном коллайдере. Красивое, но не главное, какие изображения с телескопа Уэбба на самом деле занимают ученых. Хоть школьные лаборатории, хоть Марс, химики нашли самый простой и очень эффективный, способ зарождения первой жизни, но есть нюансы. Обнаружена самая древняя ДНК, ей 2 миллиона лет, и по ней восстановили целую экосистему того времени. Тем сегодня много, так что будет полезно оглавление. По тайм-кодам можно между ними переключаться. Под роликом оставлю ссылки на все материалы, чтобы вы могли узнать больше про то, что заинтересует сильнее всего. Начинаем. Это было одно из самых ярких событий, но его настоящие, а значит действительно ценные итоги, стали известны лишь к Новому году, когда все уже про него забыли, и я в том числе. А ведь это первая попытка в истории изменить траекторию полета астероида. Ну просто фантастика, ставшая реальностью. Космический аппарат протаранил глыбу размером с римский колизей, один из двух астероидов, которые всегда вместе, потому что вместе они эдакая двойная система. Вот момент удара, запечатленный земным телескопом. Миссия с красивым сокращением дар так и задумывалась. Понять, а что мы можем сделать сейчас, если выяснится, что на нас летит космическое тело, которое приведет к грандиозной катастрофе на Земле. Так вот, геморф, тот астероид, в который целились, не просто отклонился куда надо, а сделал это сильнее, чем предсказывали расчеты исследователей почти в 25 раз от самых пессимистичных прогнозов. Буквально через несколько минут после тарана мимо астероида пролетал отброшенный заранее дартом кубсат. Небольшой зонд с камерами и датчиками, которые должны были проследить за первыми последствиями столкновения. Оказалось, что болванка массой 570 килограммов, ударившая на скорости 6,5 километров в секунду, выбила из астероида от 1 до 10 тысяч тонн грунта. Образовался такой шлейф из обломков, что он напоминал хвост кометы. Так стало ясно, что астероид был не монолитным, а слипшимся комком из кусков породы. И вот эти вылетавшие обломки и пыль обеспечили подбитого беднягу чем-то вроде дополнительной реактивной тяги, которая начала тормозить движение астероида на орбите вокруг своего старшего собрата. Все это сработало так, что траектория двойни отклонилась достаточно, чтобы спасти Землю от условной катастрофы. Ученые продолжают наблюдать за судьбой этих астероидов и даже готовятся отправить к ним еще один аппарат. Уже в следующем году, на этот раз исключительно исследовательски. Посмотреть вблизи, измерить, оценить последствия столкновения, которые, разумеется, должны сказываться и дальше. Потому что прежнее равновесие в двойной системе было нарушено. Успех миссии ДАР дает нам теперь не оголтелую, а вполне рациональную надежду на создание первой планетарной обороны для защиты от опасных астероидов. А проблема осознается все острее в последние десятилетия, когда мы начали выяснять, как много всего пролетает рядом с Землей, и как поздно мы можем заметить даже весьма крупные глыбы, способные стереть жизнь с лица Земли на целых континентах. Тут мы пока недалеко ушли от динозавров, но хотя бы за несколько дней до прилета мы хотя бы уже обнаруживаем эти объекты. Сейчас создается система раннего предупреждения. Но пока это все в зачаточном состоянии. Неожиданно серьезная проблема возникла в картине мира физиков, по крайней мере тех, кто занимается элементарными частицами. Если бы вы складывали из уравнений домик, как из карт, то у вас он смог бы стоять довольно долго, пока каждая карта сохраняет равновесие. То есть все ладно, друг с другом соотносится, и поэтому не рушится. А теперь представьте, что одной из карт оказывается шар для боулинга. Все не просто рассыпается, а с треском. Примерно это произошло, когда международная коллаборация исследователей на кольцевом ускорителе частиц Т-Ватрон обнаружила, что масса одной из важнейших частиц, дубль В-базона, противоречит тому, что мы думали про остальные частицы и их физику. Частица оказалась намного тяжелее того, что позволяют расчеты. И теперь у нас весь карточный домик, теория строения и взаимодействия элементарных частиц, ее называют стандартной моделью, рушится, ну или, по крайней мере, очень сильно сотрясается, потому что внутри возникают неразрешимые несогласованности. И ладно бы это был один шальной эксперимент, где и получили аномальные значения, но речь идет о результатах десятилетних измерений, то есть параметры четырех миллионов столкновений. Поэтому точность в два раза выше, чем в прежние годы, а достоверность результата, если говорить на языке физиков, семь стандартных отклонений. Чтобы вы понимали, для признания открытия бозона Хиггса или гравитационных волн хватило пяти сигм. Исследование опубликовано в одном из самых авторитетных научных журналов в мире, Science. Поэтому можно понять, почему эффект получился, ну, почти шоковый. Конечно, все это еще не означает, что ошибка исключена, и где-то не закралась какая-то неточность. Ведь нет какого-то прибора, где можно взвесить частицу однозначно. Сталкивают протоны, они разлетаются на частицы, и приборы фиксируют самые разные параметры. Получается массив данных очень большой, и потом иногда годами его обрабатывают и анализируют. И только по итогам этого анализа делают вывод. Масса такой-то частицы такая-то. Словом, есть, есть где ошибиться даже десяткам первоклассных ученых. И теперь, конечно, эти данные дотошно исследуют другие физики, другие команды исследователей. Все-таки такой результат получили пока только на одном ускорителе. И он противоречит тому, что мы видим даже на большом адронном коллайдере. Но так уж устроена наука, ищут и другие возможные объяснения, не только ошибку. Как пишет N плюс 1, возможно и так, что современная теория некорректно понимает сами процессы, которые изучались на том ускорителе, Теватроне. Если именно это окажется причиной, то нам придется добавить в свою картину мира новые элементарные частицы. Добавить дополнительные физические измерения или сильно модифицировать теорию. Бозон Хиггса, или, как любят говорить некоторые журналисты, частица Бога, потому что она отвечает за массу других частиц, может оказаться не одна, а их может оказаться несколько. И заодно только открытие той самой частицы дали Нобелевку. А что будет теперь? А может оказаться и так, что мы пробили брешь на пути к новой физике. Новому пониманию устройства мира на уровне элементарных частиц. Но для этого аномальный результат эксперимента пройдет минимум три жесточайших проверки. Сначала перекопает исходные данные, нет ли ошибки в анализе интерпретации. Затем попытается воспроизвести результат на большом адронном коллайдере. Как пишет N плюс 1, никаких других рабочих приборов для контрольного эксперимента на Земле просто нет. Но даже если аномалию повторят и там, то последней попыткой будет не пересмотр современной теории, а ее пусть и радикальная модификация. Но если и это не позволит восстановить равновесие между всеми параметрами элементарных частиц и уравнениями, тогда можно будет говорить о более чем веском основании выстраивать новую физику. Но есть и гибридный сценарий. На коллайдере аномалию не получат, а результат того исследования так и не смогут разумно объяснить. Вроде шатается, осыпается местами, но кое-как стоит и ничего лучше на замену у нас пока просто нет. Что ж, будем следить. В минувшем году мы получили возможность заглядывать в глубины Вселенной как никогда прежде, благодаря успешному пуску космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Он показал самую далекую галактику из всех, что люди когда-либо видели. Ей на этом изображении всего 330 миллионов лет от Большого Взрыва, то есть от начала Вселенной, какой мы ее знаем и наблюдаем. Ранние галактики и экзопланеты вроде этой – самая ценная добыча Уэбба. Таких данных больше всего ждут ученые, но больше внимания публики привлекает другое. Это сердце, рождающееся на наших с вами глазах звезды. Раньше оно было скрыто за плотными облаками газа и пыли. Теперь же с помощью инфракрасной камеры Уэбба с десятком дополнительных датчиков мы можем увидеть, что происходит за такими космическими занавесами с потрясающей детализацией. Как в случае с известными столпами творения в Туманности Орла, в изголовьях скоплений пыли образуются новые звезды. Сейчас вы видите снимки, сделанные телескопом Хаббл. А вот какими мы увидели столпы через зеркала и инструменты Уэбба с недоступной прежде четкостью и ясностью изображения. Мы видим звезды, которым не больше нескольких сотен тысяч лет. И детали, как звездный ветер срывает внешнюю оболочку пылевых глобул, остальное звезды удерживает своей гравитацией при себе. Мы по-новому видели и наши окрестности. Это Юпитер, его едва заметные кольца и сияние на полюсах. И впервые со времен Войджера, который в конце 80-х пролетал мимо, рассмотрели Нептун с его кольцами, а эти пятна на ледяном гиганте, отраженные облаками изо льда, свет Солнца. Для сравнения, такой мы видели планету через оптику Хаббла. НАСА открыло доступ только к четверти от всех исходных данных, которые собрал телескоп имени Уэбба к этой минуте. С ними пока работают только в ручном режиме, выбираемые институты и команды. Но уже в этом году агентство собирается открыть данные для всех. Можно будет зайти на сайт, самому обработать и, возможно, сделать свое открытие. То, что не заметили другие, профессиональные, может быть, исследователи. Как решение будет принято, обязательно расскажу вам в телеграм-канале SciOne. Работа с данными может приносить не только удовольствие, но и деньги. А для этого стоит освоить ее профессионально. Начать поможет обновленный и улучшенный курс Data Scientist от SkillFactory. Там готовят к работе не с телескопами, а с бизнесом. От розничной торговли и банков до маркетинга и медицины. Везде, где собирается много данных, и их нужно правильно обрабатывать, чтобы затем на их основе принимать верные решения или обучать нейросети для автоматизации процессов. Курс построен так, чтобы начать мог каждый, без опыта войти, набраться его и уже строить свою карьеру там. А для этого требуется много практики, поэтому учащиеся решают задачи от компаний-партнеров и реальных заказчиков, делая несколько проектов для своего портфолио. Преподают же специалисты с большим опытом в индустрии. Эксперты из Яндекса, Инвидия, МТС, график учебы, темп и нагрузку можно подстроить под свои реалии. У кого-то еще работа и другая учеба, так что при желании можно совмещать. Продвигаться и справляться с вопросами и проблемами по ходу обучения помогает ментор, ваш проводник и помощник в учебе. Ну и, конечно, карьерный центр SkillFactory поможет еще до окончания курса начать готовиться к трудоустройству, от составления резюме до собеседования. Так что посмотрите подробнее курс «Профессия Data Scientist» по ссылке под видео и обязательно воспользуйтесь скидкой 45% по промокоду SciOne. Пусть Новый год будет лично для вас годом новых возможностей. До недавнего времени считалось, что ДНК, основной носитель наследственной информации всего живого, может сохраняться, ну, 1 миллион лет. Это была рекордная прежде находка. И вот палеонтологи обнаружили ДНК, которая в 2 раза древнее. И они ее секвенировали, то есть прочитали, и оказалось, что это следы самых разных организмов, которые населяли место раскопок. Сейчас это дальний уголок Гренландии с вечной мерзлотой в почве, но 2 миллиона лет назад это был цветущий край. И это не фантазия ученых, а то, что мы прямо видим по секвенированным молекулам ДНК. Так исследователи реконструировали целую экосистему тех мест, как криминалисты по деталям восстанавливают события и даже их участников. Но тут проделанное можно назвать настоящим научным чудом. Дело в том, что ДНК распадается очень быстро и легко от температуры, давления, химических соединений, от всего подряд. В общем, тем более, если это всего лишь клетки кожи, которые падают с тел животных в дикой природе в почву. Ну, например. И здесь сохранились, конечно, не сами клетки, а какие-то их следы, остатки в древней глине и даже кварце. А припечатано все это было льдами, потом эстафету перехватила вечная мерзлота. И вот так исследователи нашли ДНК живых организмов, которые были древними родственниками современных леммингов, гусей, оленей, муравьев, крабов, грибов и грибков и даже бактерий. Восстановить внешность или строение только под древней ДНК современная генетика пока не может. Так что мы просто не знаем, как выглядели те или иные организмы, чьи ДНК мы сейчас извлекли и прочитали. Но потрясающе то, что удалось восстановить столь богатую картину жизни целого края, тем более такого древнего 2 миллиона лет назад. Это удалось благодаря новым, более точным и тонким методам секвенирования ДНК и растущим базам генетических данных самых разных живых существ, не только людей. Именно так удалось заполнить достоверно пробелы в найденных ДНК. Ведь все найденные ДНК повреждены, больше или меньше. Некоторые пока так и остаются неопознанными. Мы не можем найти ни одного родственника среди ныне живых организмов. Не можем найти никакой похожей записи, ни в каком из участков найденной ДНК. Но тут дальше больше надежд может быть на технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Они совершили мало замеченный, не исследователями прорыв, который может иметь значение вообще для всех нас, вне зависимости от интереса к науке даже. ДНК – это лишь флешка с данными об организме. Главную работу выполняют белки. Это они строят, переносят, распознают и делают все в наших клетках, что необходимо для поддержания и развития жизни. Так вот, то, что и как делает белок, очень сильно зависит от того, как он, то есть цепочка аминокислот, из которых он состоит, упакован в пространстве. Одну загогулину из тех же самых аминокислот можно использовать для лечения смертельной болезни, а другая загогулина из тех же самых аминокислот, просто иначе уложенная, уже будет работать против тела. И была проблема всегда. Мы по цепочке аминокислот не могли сказать, в какую загогулину она может сложиться. Это настолько важная фундаментальная проблема, что над ней бились годами, и когда появилось решение, оно стало как изобретение микроскопа для биологов и других ученых – прорывом. Я говорю про нейросеть Альфафолт, которая научилась предсказывать структуру белков. И это вроде бы достижение 2020 года, но если уже за первый год удалось предсказать структуру почти 99% белков в теле человека, и в базе еще недавно был лишь миллион записей, то теперь произошел грандиозный скачок. Машина просчитала 214 миллионов возможной укладки белков. Считается, что это почти все возможные из известных вообще на сегодня науки белков. И все это выложили в открытый доступ, причем в удобном виде, для исследователей, врачей, генетиков, фармацевтов и просто интересующихся со всего мира. То есть найти нужную структуру белка всего лишь по набору аминокислот не сложнее, чем загуглить, где ближайшая пиццерия. Некоторые ученые так об этом и говорят. Это все изменит, как появление сиквинаторов ДНК или других фундаментальных технологий, без которых сегодня, ну просто невозможно обойтись в самых продвинутых науках о нашем теле и всем живом. Один из главных вопросов науки всех времен – как зародилась жизнь на Земле. И кажется, что ставят его снова и снова из праздного любопытства. Многое ли меняется? Появились первые живые клетки из химических реакций вулканов или в первичном бульоне Древнего океана, или их занесло метеоритами? Божественное происхождение, как и манипуляции инопланетян, пока выходит за рамки научной картины мира, поэтому эти гипотезы можно оставить за скобками. Но на деле, пытаясь отвечать на главный вопрос, мы развиваем целые области науки, например, синтетическую биологию, где создаем искусственные ДНК или целые клетки, или совсем новое направление – системную химию, которая изучает, как возникают и взаимодействуют не просто вещества, а сложные и самоорганизующиеся системы молекул. Поэтому уже всерьез придумываем, как так химически устроить, чтобы сами себя собирали, например, рецепторы клеток для борьбы с нужными вирусами и бактериями. Попытки понять, как зародилась жизнь – это попытки понять ее природу на самом глубоком уровне, в самом основании. От этого даже зависит, что с точки зрения науки считать или не считать живым. Так вот, обычно, когда говорят про зарождение жизни на Земле, то имеют в виду первую клетку. Может, таким или таким был наш с вами общепра... много раз прадедушка или прабабушка в одном лице. То есть клетка с мембраной. Но если взять даже самую простую клетку и присмотреться повнимательнее, то выяснится, что это никакая не простая штука. Это уже целая биохимическая фабрика. Все равно, что указывать на запорожец и говорить, что это первый автомобиль, и с него все началось. Самая простая, самая первая клетка, из которой развилось все живое, очевидно, не была началом. Она тоже была лишь звеном в цепочке каких-то природных процессов. Именно поэтому, говоря об одной из главных загадок науки, и не только происхождении жизни, ученые давно копают еще глубже и пытаются понять, что же стало первым репликатором, то есть первой молекулой, которая стала сама себя воспроизводить, чего вроде как не умеет неживая природа. Никакие молекулы в камнях или в воздухе не умеют создавать себе подобных, а некий самый-самый первый репликатор смог впервые создать другую молекулу по образу своему и подобию и способность передал по наследству. Сегодня считается, что ею могла стать РНК, макромолекула, которая есть во всех живых организмах, где она отвечает за то самое, за копирование наследственной информации и производство белков. Сама себе флешка и сама себе конвейер. Это гипотеза начала жизни, одна из самых проработанных на сегодня. Она так и называется, гипотеза РНК мира. И она говорит, что первым репликатором была именно эта макромолекула. И действительно, во многих экспериментах мы получаем целые цепочки РНК из обычных веществ. Не из живых организмов или их частей. Нет, в пробирках через химические реакции из неживого образуется то, что может производить живое. И вот так каждый год появляется по несколько серьезных научных публикаций, которые в СМИ нет-нет, да, пересказывают заголовком. Ученые открыли источник жизни на Земле. Что, конечно, совсем не так. Но в этот раз фантазии журналистов оказались ближе всего к реальности. Одна из главных проблем в том, что ученые пытаются получить первичный репликатор через очень сложные последовательности химических реакций. Не в каждой научной лабе такое организуешь и даже повторишь хотя бы пару раз. А речь ведь про то, что происходило вообще без лабы в естественных природных условиях и, видимо, не один раз. Вряд ли был какой-то один репликатор-суперживчик, который посреди пустошей древней Земли со своими потомками все и устроил. Вероятно, таких репликаторов появлялось достаточно много, и это происходило более-менее долго, чтобы, наконец, заискрили первые элементы жизни и понеслось. И вот ученые открыли настолько простую реакцию, что ее можно повторить в школьной лабе, а РНК при ней пекутся как пирожки, и цепочки получаются намного длиннее, чем во многих более сложных экспериментах, и весьма быстро граммы РНК в день. А главное, подобные условия точно были на Земле, причем во многих местах, годами. И не только на Земле, для точно такого же процесса все было и на Марсе. Успешный эксперимент дал нам новую наводку, где искать следы жизни на Красной планете, в Венере или даже за пределами Солнечной системы с очень хорошими шансами на успех. Если, конечно, гипотеза верна. А секрет потрясающей простоты и эффективности в самом обычном вулканическом стекле. Оно получается при быстром остывании лавы, или нечто похожее получается при ударе крупных метеоритов. В такое стекло очень хорошо просачиваются строительные элементы РНК, нуклеотиды, а внутри они сами по себе начинают складываться в эту макромолекулу, в виде цепочек из 100-200 звеньев, причем в чистой воде, без солей и даже без магния, которые почти всегда используют для образования РНК. Почему так происходит именно в стекле? Пока не ясно. Видимо, из-за каких-то свойств кремния. Давно известно, что к стеклу почему-то отлично прилипает РНК. Это используют генетики, чтобы дешево и без потерь извлекать РНК из гелии и разных рабочих веществ. РНК налипает, и они просто смывают все лишнее. РНК остается на стекле. И вот теперь стекло вокруг вулканов или в местах попадания метеоритов один из главных подозреваемых в зарождении жизни на планете. Исследователи почитали, что всего метрической тонны такого стекла достаточно, чтобы производить около грамма РНК в день. А на древней земле 4 миллиарда лет назад были миллионы тонн такого добра. То есть РНК можно было собирать килограммами. И главное, эти молекулы находились в довольно замкнутой среде, в микротрещинах, порах или застывших пузырьках, куда не попадало слишком много воды. Ведь для РНК избыток воды смертелен. И в этих закрытых местах, трещинах, порах или пузырьках, можно было продолжать эволюцию. Эксперимент ученых продолжался всего лишь в 144 часа. А что, если продолжить на год, два, десять? Как отмечают независимые исследователи, эта работа лишь первый шаг, пусть и очень интересный. Дальше предстоит проверить, нет ли тут загрязнения. То есть РНК могут быть вовсе не такого происхождения, как мы предполагаем. Они могли взвестись с кожей исследователей или с пылью от грибков и бактерий откуда угодно. Нужно будет секвенировать эти РНК и увидеть, случайно ли там последовательности нуклеотидов или там будет что-то уже нам хорошо знакомое. Ну, а на Марсе теперь особенно интересно поискать в местах былой вулканической активности или там, где падали метеориты. Там могут быть следы жизни зародившейся, но не получившей своего исторического шанса, как на Земле. Тогда мы будем понимать, где конкретнее искать на других планетах и, возможно, однажды найдем. А пока же мы узнаем все больше нового о том, на что способны молекулы, которые отличают нас от неживой природы. Спасибо вам за поддержку, особенно в такое время. Здесь с помощью этой кнопки на Патреоне для зарубежных карт, а для российских на Бусти и новом сервисе для поддержки творчества авторов Friendly to Me. Там минимальная комиссия. Особая благодарность. Дмитрий Орлов, Павел Новиков, Петр Кандауров, Андрей Полевой, Айди Багер, Павел Дунаев, Антон Пальгунов, Павел Борский, Хапшинск, Алена Мацюкова, Олег Жин, Ренат Бальбеков, Максим Менделев, Владимир Немщуков, Василий Сайверсус, Евгений Балахнин, Дмитрий Абрамов, Конор Левич, Павел Валентов и 137 число вселенной. Ну, такой никнейм. Спасибо и всем, кто поддерживает лайком и комментарием. Не прощаемся. С вами был Влад, это Сайван и мирного нам неба.